Здравствуйте! С вами Архивов Илья, психолог. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном полезном для психики упражнении, которое помогает снять напряжение, помогает расслабиться и устраняет именно одну из причин психологических расстройств. Оставайтесь, будет интересно. Итак, хотел бы рассказать о направлении телесно-ориентированной психотерапии, кратко ТОП, к которому это упражнение именно относится. Основателем телесно-ориентированной психотерапии можно считать Вильгельма Райха. Это австрийский и американский психолог-психиатр. Ну, одно время он был последователем Фрейда, но отошел и в течение такого неофрейдизма ушел. Но он сосредоточился именно на телесном аспекте психологических проблем. Он считал, что причиной невроза или фобии любых расстройств, которые связаны именно с психологией, являются телесные зажимы. Его идея заключалась в том, что он выделял 7 таких групп основных мышечных зажимов, которые хронически у людей образуются и, по сути, по принципу психосоматики, вызывают нарушения, вплоть до болезней физического тела. Он выделял вот эти 7 зажимов. Это глазной зажим, челюстной, шейный, диафрагмальный, брюшной, тазовый. Вот эти вот основные 7. И лечил расстройство таким образом, что эти зажимы снимал. Но как он их снимал? Мышца устроена таким образом, что когда она хронически напряжена, ее сложно именно умом как-то расслабить. Мы не можем напрямую влиять. Но есть одна хитрость, которую, в принципе, Райх открыл. Если эту мышцу перенапрячь, то происходит ее саморасслабление, разрядка. И он брал мышечный зажим определенными методами. Либо его сжимал, либо просил человека, чтобы он напряг сильно челюсть. И после этого долгого напряжения у него шло расслабление. И устранялась, по сути, причина психологической проблемы. Как известно, наше тело, наш организм, это единая кибернетическая система. И есть связь мышления с телом, с мышцами, и с дыханием. Все это взаимосвязано. Как можно работать с психологической проблемой, изменяя мышление, так можно работать с психологической проблемой, меняя параметры дыхания, либо мышечное напряжение. Вы часто, наверное, сами замечали, что в сложных каких-то стрессовых ситуациях может быть у вас конфликт какой-то, и возникло некоторое напряжение в животе. И вы кипите все, злость от напряжения никак невозможно снять. И вот в такой момент обычные люди пытаются что-то сделать, установку все дают, расслабиться, расслабиться, а у них не получается. А делать нужно совершенно все наоборот. Кстати, вспомнил один анекдот на эту тему. Йог один практиковал самовнушение, и ему захотелось по-маленькому. И он такой внушает себя, «Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу!» Потом, «Это не я! Это не я! Это не я!» Так и здесь, не надо бороться с какими-то возникшими эмоциональными состояниями, ощущениями в теле, становящими мышлением. Когда вы начинаете бороться, они только становятся еще сильнее. Здесь нужно другую тактику применять. И вот в отношении мышечных зажимов эта тактика заключается в том, что нужно усилить напряжение. Да, парадоксальный такой способ. Поэтому, если вы чувствуете, например, напряжение в животе, вы его усиливаете сознательно. Вы пробуете усиливать, усиливать, усиливать до предела. И в какой-то момент он сам расслабится, и вам станет легче. Если вы чувствуете напряжение у себя в плечах, под грузом какой-то работы, да, вы приходите после работы вечером, то же самое. Берете лопатки, сводите, сводите, сильно держите 10 секунд минимум, пока уже мышца не начинает сварить, и оно хоп, а потом само начинает расслабляться. Если переходить к практической методике, что нужно делать практически, то для тренировки нужно взять и научиться самостоятельно сжимать различные части тела. То есть, можно начать кулаки сжать, сильно-сильно-сильно держим, 10 секунд минимум, если вы можете 20, и расслабить. Так вот в локтях сжимаем, за спиной сжимаем, напрягаем спину, ягодицы, бедра, икры, стопы на себя тянем, попробуйте уделить время какое-то в течение дня и все тело свое потренировать, буквально по несколько минут уделяя в течение дня. Взяли, потренировали руки, потренировали спину, живот, да, и потом можно уже посмотреть, понаблюдать за собой, какие вот у меня хронические напряжения есть. Вы можете начать замечать, что у вас, например, хронически напряжена спина, да, и тогда вы свободно, думаю, время у вас остается, вы это напряжение в себе осознаете и его усиливаете. Вы чувствуете, что напрягла спина, вы его еще сильнее, еще сильнее, давите, жмете, жмете, и мышцы начнут расслабляться. Вы сразу почувствуете себя лучше, спокойнее. Если вы начнете прорабатывать таким образом все напряжения, которые у вас возникают в течение дня, вы станете более здоровыми, неврозы начнут отступать. Вы почувствуете лучше себя как в ментальном плане, так и в эмоциональном, потому что тело – это очень важный организм, здоровье ваше начнет улучшаться. Попробуйте постоянно, на постоянной основе прорабатывать свои напряжения. Если вы где-то их почувствовали, обязательно еще раз перенапрягите, перенапрягите и расслабьте, чтобы мышца именно сама расслабилась. Вы не делаете усилия, мышца расслабься. Она у вас напряжена, а вы ее еще сильнее напрягаете, 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 напрягаете. И она сама уже, она не может уже больше напрягаться, у нее кончается энергия, она расслабляется. Уходит хроническое напряжение, и вы становитесь намного здоровее. Поэтому рекомендую вам такую практику. Также направление телесно-ориентированной психотерапии рекомендую изучать. Оно очень полезное. С вами был психолог Ахипов Илья. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok